Первое, с чего я хочу начать, для тех, кто не смотрел первую часть видео, обязательно посмотрите первую часть. Я не буду сейчас делать долгие вводные, я просто напомню вам, что наши главные проблемы во взаимоотношении с родителями наступают именно тогда, когда мы не сепарированы, когда мы в отношениях с родителями так и не стали взрослыми. То есть, когда мы дальше продолжаем находиться в позиции ребенка. Как я уже говорила, на мой взгляд, воспитание и вообще ответственность родителя как раз в том и заключается, чем лучше, чем быстрее ребенок сепарировался от вас, тем лучше вы его воспитали. То есть, это значит, что вы воспитали независимую, уверенную, самодостаточную личность, которая готова, опираясь на себя, максимально рано начать строить свою взрослую, сознательную, самостоятельную жизнь. Соответственно, к сожалению, очень часто сепарирование не происходит в первую очередь из-за того, что родители не готовы отпускать своего ребенка. Когда так происходит? Тогда, когда родитель, например, мать-одиночка, воспитывающая сына. Да, то есть, он для нее стал не просто сыном, он стал для нее и мужем, и светом в оконце, и всем. Естественно, она совершенно не готова к тому, чтобы он стал взрослым, отпустить его, и уж тем более сделать так, чтобы он был счастлив с другой женщиной. Да, то есть, вот эта борьба свекрови и невестки начинается, как правило, вот в таких случаях. Когда родители, когда родители, например, семейная пара, для них отношения с ребенком, это единственное, что их связывает. Поэтому, соответственно, они пытаются максимально продлить состояние ребенка в этом вот состоянии ребенка, он взрослый, да, но именно состояние, в отношениях для того, чтобы дальше их союз был крепок. То есть, конечно же, когда родители не самодостаточны, когда они не понимают всех этих механизмов, наши в результате дети остаются, становясь взрослыми, не сепарированными. И, как я уже говорила вам, к сожалению, поскольку мы все выросли в подобных семьях, где родители не были самодостаточными, мы, очень многие из нас до сих пор находятся в подчиненной детской позиции в отношении собственных родителей. Следовательно, что происходит дальше? Как я уже говорила, есть три признака, на мой взгляд, хотя психологи выделяют два, но я говорю три признака, которые говорят о том, что ребенок не сепарирован. Первый, это когда ребенок имеет к родителям претензии, то есть, обвиняет их в том, что его плохо воспитали, не научили его любить, и вот поэтому он теперь вошел в абьюзи. И, сожалею, но очень многие из вас в клубе ЖЖИС проходили это состояние, из участников или некоторые до сих пор находятся в нем. Повторю свои слова с прошлого видео, что ни о каком вообще самодостаточности не может быть и речи, пока вы наполнены претензиями к собственным родителям. И эту тему подробно поднимала в предыдущий раз. Второй признак, это тогда, когда вы, пообщавшись с родителями, постоянно пребываете в чувстве вины. То есть, любое контактирование с ними приводит к тому, что вы испытываете чувство вины. Так называемая бытовая манипуляция, которая, как я говорю, передается из поколения в поколение, как родовое проклятие. Общение с ребенком через чувство вины. Ой, у мамы сердце, ой, у мамы печень прихватило, мы тут одинокие, мы никому не нужны, ты не звонишь, ты хреновая дочь, ты звонишь, ты тоже хреновая дочь, ты звонишь мало. В общем, любые формы давления на чувство вины, когда ребенок, пообщавшись с родителем, входит в состояние чувства вины, конечно, это признак незавершенной сепарации. Третий способ, подтверждающий незавершенную сепарацию, это когда ребенок живет во имя родителей, во имя матери или во имя отца. То есть, он не имеет своей личной жизни, но он полностью содержит мать, или тратит денег больше на родителей, чем на себя. То есть, еще раз повторю свои слова, я считаю, что родителям надо помогать, это нормально, это забота, в этом нет ничего плохого, им можно дарить подарки. Но в тот момент, когда вы отдаете родителям большую часть накопленного или заработанного, или вы сами живете очень аскетично, при этом ваши родители себе ни в чем не отказывают, то это как раз про нарушение вообще всего, чего только можно. Это тот момент, когда вы стали родителем для собственной матери. И здесь, кстати, очень часто начинаются затыки с рождением детей, когда женщины очень часто не рожают детей, потому что мать становится для них их ребенком. То есть, это как бы на вопрос, а подумать. Я в прошлый раз рассказывала о признаках незавершенной сепарации. То есть, я когда говорила три таких глобальных причины. Незавершенная сепарация, это, конечно, материальная зависимость от родителей, или содержание, неспособность простить прошлое, чувство вины, боязнь разочарования, и, конечно же, четвертое, нарушение личных границ. Постоянное нарушение личных границ с родителями. Когда они чрезмерный контроль, или они имеют способность своим ключом открыть дверь и зайти в квартиру, или когда они требуют отчета, что вы делали каждый день. Короче, вы уже поняли, в первой части я очень подробно об этом говорю. Почему для нас важно сепарироваться? На это есть несколько причин. Первое. Сама оценка личности, которая не сепарирована никогда. То есть, человек будет погружен в том, что у него нет представления о себе, и он будет всегда стремиться получить одобрение. Следовательно, если родителей, то и одобрение всего остального мира. Поэтому вот этот человек, он не способен делать, что он думает или хочется. То есть, он все время ждет указания от родителя. Собственно, это известный вот этот комплекс хорошей девочки, которые являются большой частью комплекса неполноценности. То есть, поэтому, естественно, из-за того, что мы не сепарированы, это часть нашей самооценки, которая не может раскрыться, поскольку мы из-за отсутствия сепарации не готовы брать ответственность за собственную жизнь на себя. Второе. Незаконченная сепарация всегда является отличной почвой для созависимых отношений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok